Тем временем, кыргызстанцы, которые раньше находились в трудовой миграции, находят работу дома. Так, в селе Беймурза Карагульджинского района возобновил работу после перерыва швейный цех, который рассчитан на 200 рабочих мест. Свою продукцию отсюда отправляют на экспорт в Россию и Казахстан. Как в пандемию выживают сравнительно небольшие производственные предприятия, расскажут мои коллеги. Венера Морозыкова долгое время работала за границей. В трудовую миграцию отправилась из-за отсутствия работы в родном селе. Но теперь женщина счастлива, что может зарабатывать дома, никуда не уезжая. В её родном селе заработало швейное производство. Я очень рада, что не надо никуда ехать. Семья рядом, родной дом. Работа для меня несложная. Я люблю шить. До этого я работала за границей почти 10 лет. Из-за пандемии не смогла уехать снова. Рабочий график тут меня вполне устраивает. Зарплата стабильная. Я рада, что у нас открываются такие производства. Женщины на селе получают работу. Сейчас в швейном цехе трудятся уже почти 20 человек. Не только женщины, но и мужчины. Эмир Бек – студент первого курса. Ему всего 17 лет. И он тоже решил научиться шить. Я в этом году поступил в университет, но у нас онлайн обучение, поэтому я решил пойти подработать. И устроился сюда. Сначала мне было трудно, но потом постепенно научился. Для меня, как для студента, это отличная подработка. Большинство рабочих швейного цеха – бывшие трудовые мигранты. Они шьют одежду по спецзаказам, по сезону. В пик пандемии шили тут и медицинские маски в качестве гуманитарной помощи. До пандемии мы экспортировали продукцию примерно на 900 тысяч сомов. Сотрудничали с пятью городами России и Казахстана. Сейчас наращиваем производство, восстанавливая прежние объемы. Увеличить объемы экспорта тут готовы в пять раз. Это позволит в десять раз увеличить количество рабочих мест. До двухсот. Именно настолько рассчитано производство. Алена Смирнова, Денел Турдумаматова, Бегден Рызбайулу, Нурбол Таланбекулу, ЛТР, Каракульжинский район.